В конце прошлого года Боб и Майкл Брайаны объявили о завершении карьеры после US Open 2020. Но их уход из спорта переносится на следующий год, если из-за пандемии братья не сыграют на этом турнире. Брайаны пообещали, что выступят на домашнем чемпионате, прежде чем покинуть тур. Братья-близнецы останутся в истории как один из лучших дуэтов. Они дебютировали на US Open в 1995 году. С тех пор оба были первыми ракетками мира в парном разряде. Вместе завоевали 16 титулов на турнирах Большого Шлема. Четыре раза выигрывали в финале итогового турнира ATP и взяли золотые медали Олимпиады. Мы охватили несколько поколений. Мы играли с такими, как Андреа Гасси и Борис Бекер. А теперь выступаем против парней вдвое младше нас. Подмечают близнецы. Брайаны утверждают, что выигрывать им помогает исключительная братская связь. Очень приятно с первого дня побеждать с этим парнем. Моим лучшим другом, говорит Майк. Но не все родственники столь успешны в паре. Так Марат и Динара Сафины возглавляли одиночные рейтинги. Но вместе сыграли только на Кубке Хопмана 2009 года. Где в финале потерпели поражение в одиночных матчах и не выступили в паре. Кстати, не знаешь, как смотреть самый крутой теннис на планете? У нас есть несколько решений. Первое. Евроспорт Плеер. Второе. Пакет каналов Евроспорт в Ростелекоме. Третье. Приложение Wink от Ростелеком. Не пропусти рестарт сезона. Братья-близнецы Тим и Том Галексены входили в десятку сильнейших в парном рейтинге. Вместе дошли до финала Уэмблдона 83-го и победили на 10 турнирах ATP. Однако больше американцы реализовались как тренеры. Тим работал с Мартиной Наворотиловой, Мэри Джо Фернандес и Питом Сампросом. Но жизнь одного из Галексенов закончилась рано. В 94-м году Тим перенес несколько микроинсультов, а вскоре врачи диагностировали у него неоперабельный рак мозга. Он умер в 44. Пит Сампрос со слезами на глазах делился тогда, что потерял дорогого друга и тренера. За время сотрудничества с Галексеном он стал первой ракеткой мира. Том сотрудничал с Джимом Курье, Энди Родиком и Дженнифер Каприати. 6 лет был капитаном команды Кубка Дэвиса. В 96-м году он тренировал Олимпийскую сборную США. Тогда американские теннисисты завоевали золото в одиночных разрядах и в женских парах. У третьей ракетки мира Каролины Плишковой есть сестра-близнец Кристина. Она выигрывала Уэмблдон юниором, но на взрослом уровне больших успехов не добилась и поднялась только до 35-й строчки в рейтинге. Редко можно встретить спортивные семьи, где дети повторили или хотя бы приблизились к успеху звездных родителей. Согласно данным ATP, только четыре пары, отец и сын, смогли войти в топ-100 с начала открытой эры. Среди женщин таких примеров и вовсе нет. Уроженец Австралии Фил Дент родился в семье таксиста, но начал играть в теннис и основал целую династию. Дент 9 раз был в финалах мейджоров в разных разрядах, но победил только дважды. На Australian Open в парах и на US Open в миксте. Жена Фила Дента, американка Бетти Энн Граб Стюарт, тоже профессионально играла в теннис. Ее наилучшее достижение – финал US Open с 1977 года в паре. Их сын Тейлор Дент – победитель четырех турниров ATP и обладатель Кубка Хопмана в составе сборной США. Дент-младший входил в тридцатку сильнейших и отличался мощной подачей. А его сводный брат по матери Брэд Хансен Дент переступил порог топ-100 только в парном рейтинге и не проходил дальше второго круга на турнирах Большого Шлема. Крестный отец Тейлора, австралиец Джон Александр, сейчас политик. Но когда-то был профессиональным теннисистом и дважды побеждал на Australian Open в паре. Причем один раз с Дентом-отцом. Астралиец Фред Столл – экс-вторая ракетка мира и двукратный победитель турниров Большого Шлема. После завершения карьеры он был тренером Билли Джин Кинг и Вирджини Уэйд. Сын Фреда Сэндон добился успеха в парном разряде, где достиг второй строчки рейтинга и победил на US Open 98. Также Столл-младший – обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Австралии. Столл-отец признавался, что не позволял родительским чувствам вмешиваться в профессиональную деятельность. Я люблю сына, но довольно суров с ним, когда он проигрывает. В остальном он хороший малый. Лейф Юхансен выступал за сборную Швеции на Кубке Дэвиса, но его сын Йохим оказался успешнее отца. Лейф поддерживал хорошие отношения с самим Бьерном Боргом, бывшим коллегой по сборной, который даже тренировал Юхансена-младшего. Йохим входил в топ-10, а также сыграл в полуфинале US Open в 2004 году. С ростом 197 сантиметров он обладал сильной подачей. В 2005 году Юхансен-сын сделал 51 эйс в матче четвертого круга Australian Open. Этот рекорд спустя 4 года побил Ива Карлович с 55 подачами на вылет в первом круге Ролан Гарос. Француз Кристоф Роже Васлен поднимался до 29 строчки в одиночном рейтинге и доходил до полуфинала Ролан Гарос. На этом турнире он обыграл первого сеянного Джимми Коннорса. Сын Кристофа Эдуар побеждал на Ролан Гарос в паре и дважды был в финале Уэмблдона. На счету у Джейми Марре две победы в парном разряде и пять в миксте на турнирах Большого Шлема. Однако с успешным младшим братом Энди он играет в паре нечасто. Вместе они выигрывали четыре турнира ATP и выступали на Кубке Дэвиса в 2015 году. Почему они редко играют вместе? Возможно, стоит спросить их маму, железную леди тенниса Джуди Маррей. Чешская теннисистка Хелена Сукова – девятикратная победительница турниров Большого Шлема в парном разряде. А ее брат Цирил Сук выигрывал US Open в паре и четырежды одерживал победы в миксте на мейджорах. Причем три из них с сестрой. Хелена и Цирил из теннисной семьи. Их мать была пятой ракеткой мира, а отец занимал пост президента Теннисной ассоциации Чехословакии. Хелена говорит, что долгое время не чувствовала, как сильно родители хотели, чтобы они с Цирилом занимались профессионально. У нас дома было правило не говорить о теннисе, признается она. Мы с братом не чувствовали никакого давления. Тогда мы не понимали, что это была лучшая тактика. Младший брат легендарного Джона Макенроя Патрик победитель Ролан Гарос и турнира серии Мастерс в парном разряде. Вместе Макенроя победили на двух турнирах ATP. В испанской семье Санчес Викарио все четверо детей играли в теннис, а на профессиональный уровень вышли трое. Братья Эмилио и Хавьер проявили способности в парном разряде. Старший трехкратный победитель мейджоров, серебряный призер Олимпиады и экс-первая ракетка мира в паре. Младший Хавьер выиграл четыре титула ATP в одиночном разряде и был в топ-10 в парном. Их сестра Аранчо одна из четырех теннисисток в истории, кто одновременно возглавлял одиночный и парный рейтинги. В общей сложности она выиграла 14 титулов на турнирах Большого Шлема, причем четыре из них в одиночке. Два брата играли в паре и победили на нескольких турнирах, но удачнее сложился тандем Эмилио и Аранчи. Вместе они представляли Испанию на Кубке Хопмана, где победили в 90-м году, а также дошли до финала на US Open в 89-м. Сестры Мануэла, Катерина и Магдалена Малеевы – болгарские теннисистки, которые одновременно находились в топ-15 мирового рейтинга и дважды вместе были сеянными на мейджорах. Однако их пары не были успешны. Лишь Мануэла с Катериной выиграли один турнир WTA. Это все истории в доме тенниса на сегодня. Если вам кажется, что мы про кого-то забыли или существует тема поинтереснее, напишите об этом в комментариях. А мы расскажем обо всем в новом материале на Евроспорт. Продолжение следует...